День Города Озеро – приметы. Большое, мокрое, с огромным количеством пресноводной рыбы. Жители Рыбновского района обеспокоены плачевным состоянием природных ресурсов. 68 сирот получили новые квартиры. Ключи от них им торжественно вручили в городской администрации. Страшное ДТП в ночь с понедельника на вторник. Трагедия унесла сразу три жизни. И лечение, а также реабилитация людей с помощью животных. Хаски – очень полезные и приятные существа. Жители Рыбновского района обеспокоены состоянием природных ресурсов, которые их окружают. В редакцию нашей телекомпании обратились граждане. Они на протяжении последних четырех месяцев наблюдают за тем, как мельчает большое озеро. И связано это с вмешательством человека в систему водоема. Подробности далее. Искусственный водоем в районе села Старолетово был создан порядка 20 лет назад с целью орошения близлежащих полей. На сегодняшний день озеро утратило свою изначальную функцию. Сейчас это чудесный водоем с несколькими центнерами рыбы, которые облюбовали животные, птицы и, конечно же, люди. Однако будущее этого искусственного озера под вопросом. Три месяца назад началось обмеление водоема. С каждым днем воды в нем становится все меньше. Где-то три месяца назад двое наших местных жителей решили поживиться и решили забрать вот отсюда, срезать задвижку на трубе, которая связана с этим водохранилищем. И когда они срезали, то оттуда ударил фонтан. Буквально за несколько дней озеро водохранилище на одну треть обмелело. И теперь оно постепенно теряет воду. Владимир Васильев, местный житель, узнав о случившемся, ожидал каких-то действий со стороны властей. Поняв, что никто ничего делать не намерен, он взял инициативу в свои руки. Обратился к голове Рыбновского района, который организовал выезд на место водолазов. Все дважды пытались закрыть вход в трубу специальным пластырем, но, к сожалению, ничего не получилось. Дважды Владимир Васильев обращался в правительство Рязанской области, дважды сюда приезжали комиссии. Меры были приняты и работы проводились, однако проблему устранить не удалось. Вода продолжает убывать. Суть заключается в том, чтобы эту аварию устранить и сохранить это озеро. А озеро, вернее, этот водоем искусственный, он представляет на сегодняшний день уже определенный экологический дизайн этой местности. Он просто вписался в эту местность. Если эту воду спустить, как предлагают, и потом закрыть, то потом уже никто это водохранилище не заполнит. Потому что, чтобы его заполнить, нужно опять средства. Даже устранение вот этой аварии упирается в деньги, в средства. Потому что, как говорит начальник вот этой организации, под управлением которого находится это озеро, чтобы устранить это, нужны деньги, средства, нужно нанимать и платить людям деньги. Проблемы вокруг этого озера появились уже давно. То плиты вывезут, которыми выложена дамба со стороны водоема, то деревья вырубят. Но все это по сравнению с тем, что происходит сегодня, ничто. Местные жители бьют тревогу и просят помочь. Конечно, для съемок этого сюжета мы выбрали не самый лучший день, не самую лучшую погоду. Заносит нас беспощадно. Однако озеро ждать не может. Каждый день оно теряет большое количество воды и в итоге может просто исчезнуть с лица земли. Надеемся, что после нашего сюжета на эту ситуацию обратят внимание и проблема, наконец, будет решена. Кстати, реакция последовала тут же. К озеру на место съемок приехал глава администрации муниципального образования Чурилковское сельское поселение Михаил Букин. Он заверил нас, что в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Завтра, наверное, там обговорим, берем, потому что здесь, которые у нас на месте есть, экскаваторы, у них стрела маловато для того, чтобы продолжить работу. Берем в воинской части, договорились, наверное, скорее всего на четверг, если как все сложится, погода позволит, в четверг будем пробовать, откопаем эту задвижку полностью и будем пробовать совместно с Министерством Минводхоз, по-моему, потому что у них на балансе стоит. Будем пробовать что-то с этой задвижкой сделать. Михаил Букин дал нам понять, что этим вопросом на сегодняшний день занимаются вплотную, и озеро будет спасено. Так или иначе, мы будем следить за ситуацией и поддерживать связь с местными жителями. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Уже несколько лет подряд Продовольственный фонд «Русь» совместно с Министерством труда и защиты населения проводят благотворительные акции. В этом году событие состоялось в комплексном центре «Семья» и получило название «Продукты в помощь маме». С 2016 года Рязанская область сотрудничает с благотворительным фондом «Русь». Почти за три года было организовано 26 благотворительных акций, большая часть из которых называется «В помощь маме». Они проходят ежемесячно. Чтобы стать участником программы, уже ничего не надо. У нас граждане, которые обслуживаются в комплексных центрах соцобслуживания, мы их всех знаем, мы с ними работаем каждый день. Поэтому при получении благотворительной помощи мы оповещаем наших граждан, кто уже стоит у нас на обслуживании в комплексных центрах, приглашаем их получить вот эту благотворительную помощь. Ассортимент продукции постоянно расширяется. Это молочные изделия, крупы и средства личной гигиены. За два года было выдано более 70 тонн продовольствия. Благотворительная акция, которая проходит 30 января, отличается от предыдущих. Здесь реализуется практически 13 тонн кондитерских изделий, которые выдаются из расчета 1 килограмм на ребенка. Акция отличается тем, что эту помощь получат граждане, которые обслуживаются в комплексных центрах социального обслуживания населения. Ну вот сегодня порядка 400 человек получат здесь, в комплексном центре семья, получат такие кондитерские наборы. Помощь оказывается не только нуждающим семьям с детьми, но и пожилым людям, а также инвалидам, находящимся на социальном обслуживании в комплексных центрах. Хорошее начинание, потому что многие семьи живут на грани бедности, и многие детишки, они, конечно, ничего не видят. А фонд Руис, он помогает им видеть все, что они хотят. Очень помогает. Всеми услугами я тоже использую, есть все мероприятия, которые здесь проходят. Я ухожу с удовольствием. Входим на занятия сюда, получаем психологическую помощь, помощь логопеда. Ну и вот теперь, хочу сказать большое спасибо вот таким благотворительным акциям, которые проводятся. За все время существования фонда жители города получили весомую помощь. Благотворительные акции проходят как в Рязани, так и в муниципальных районах. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Во вторник в здании администрации города Рязани 68 сирот получили ключи от своих собственных квартир. На торжественной церемонии побывала Галина Ершова. Ключи от новых квартир вручили рязанским сиротам. Для этого из областного бюджета было выделено 76,5 миллионов рублей. На них приобрели 68 однокомнатных квартир, большинство из которых уже отремонтированы. Они расположены по адресам 8-й авиационный проезд и улицы Новоселковская. Приобретение жилья для детей и сирот – одна из приоритетных задач для правительства Рязанской области, для администрации города Рязани. Мы очень хотим, чтобы каждый, имеющий право на получение жилья, смог его реализовать. На торжественной церемонии присутствовали 40 человек. Ключи молодым людям и девушкам вручила заместитель главы администрации города Рязани Елена Сорокина. Остальные сироты смогут получить документы в удобное для них время. Очень волнительно было, даже как-то слезы счастья были с награждением. Я просто очень долго этого ждала. Хочу сказать огромное спасибо нашей администрации города Рязани, что все так хорошо получилось. Все просто было на высшем уровне. Своё счастье осознали немногие, ведь сложно поверить, что в небольших конвертах, украшенных праздничными бантами, находится мечта. Согласно федеральному закону, получить квартиры от государства могут дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом у них или их супругов не должно быть собственной жилплощади, или она признана непригодной для проживания. Квартиры распределяются в порядке очереди. Заявление необходимо подать до того, как подростку исполнится 23 года. Галина Ершова, Юлия Пятнинского, телекомпания «Город». Страшное ДТП произошло в ночь с понедельника на вторник в Пронском районе. В результате в аварии погибли три человека. Трагедия произошла на 232-м километре автодороги М6 «Каспий» полвторого ночи. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-66 не учел сложные погодные условия, не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хюндай Солярис». В дате происшествия водитель, а также два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Помимо этого, за прошедшие сутки произошло еще пять аварий с шестью пострадавшими. Кроме того, были задержаны четыре человека в состоянии алкогольного опьянения. Что касается пьяных водителей, эта проблема окончательно не может покинуть наш регион. Сотрудники ГИБДД борются с проблемой различными способами. На этот раз совместно с активистами они провели социальный эксперимент, направленный на привлечение внимания широкой общественности к проблеме управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения. Так, на парковке у одного из торговых центров 21-летний горожанин пытался привлечь внимание прохожих, притворяясь пьяным. Как показал эксперимент, граждане оперативно сообщили об инциденте в дежурную часть ГИБДД. Всего через несколько минут после поступивших звонков на место вызова прибыл экипаж ДПС, который и задержал нарушителя. Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать обо всех выявленных случаях управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в дежурную часть ГИБДД по телефонам 46 30 40 и 46 30 41. В понедельник вечером в Рыбновском районе случился пожар. Перед огнем на этот раз не устоял пошивочный цех в селе Старолетово. Пламя было такой силы, что видно его было издалека. Для тушения пожара выезжало 9 пожарных расчетов. 29 января в 16 часов 45 минут на пульт поступило сообщение о пожаре в селе Старолетово. 9 пожарных расчетов незамедлительно выехали на место происшествия, однако полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 20 часов 30 минут. В результате пожара повреждено производственное складское здание на площади 450 метров квадратных. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается. Воздух села Старолетово до сих пор наполнен запахом гарем, а сотрудники МЧС продолжают свою работу на месте происшествия. Сейчас основная нагрузка легла на экспертов. Им предстоит выяснить причину этого страшного пожара, который напугал жителей всего села. Хорошо горело. С 4 часов до 9 полыхало. Было 6 машин, тушили. Почти полностью сгоревшее здание оказалось пошивочным цехом, в котором, по словам местных жителей, работали вьетнамцы. Судя по антуражу внутреннего дворика пошивочного цеха, трудящиеся здесь не просто работали, но еще и жили, занимались спортом и, по всей видимости, совершали какие-то ритуальные действия религиозного характера. К сожалению, последнее не спасло их от пожара. Местные жители отмечают, что рабочие действительно очень весело проводили время в пошивочном цехе. Там часто звучала музыка, сверкали огни. Кто знает, может, как раз очередное веселье обернулось трагедией. Но, повторим, установить это предстоит экспертам. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Следователи назвали причину взрыва газа в селе Поляны, который произошел 4 июля прошлого года. Напомним, в этот день хлопок газа обрушил гараж, в результате чего погибла женщина, а ее муж получил тяжелые травмы. Повреждение гибкого шланга между баллоном с газом и плитой повлекло утечку бытового газа, что и привело к взрыву. Возможно, что шланг испортили грызуны. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. А теперь к другим темам. Давно доказано, что общение с животными не только дарит эмоции, но и положительно влияет на здоровье. Именно поэтому сегодня в лечении и реабилитации людям активно помогают лошади, дельфины и даже собаки. Канистерапия – именно так называется методика лечения с помощью специально отобранных собак. Пока еще не приобрела широкое распространение в России, но уже набирает популярность. И даже в нашем городе эту методику уже начали активно осваивать. Шамира и Томико – две очаровательные собаки породы хаски, в которых буквально с первого взгляда влюбились маленькие посетители комплексного центра социального обслуживания «Семья». Вообще здесь приветствуются различные инновационные методы лечения и реабилитации. И на этот раз руководство центра решило попробовать канистерапию. Она довольно-таки необычная, но очень эффективная в работе. И пока за три месяца у нас как раз обслужено 42 ребенка и 38 родителей. И это направление, как показывает, хоть и маленькая практика, довольно-таки эффективная. И как дети, так и родители довольны. И у них получается эмоциональный контакт с собакой. И это очень хорошо влияет на выздоровление ребенка. Шамира и Томико пришли на занятия, как всегда, в сопровождении канистерапевта Натальи Дымич и ее дочери Илоны. Кстати, именно благодаря девочке в семье Димыч появилась первая собака. Она мечтала о настоящем друге и в течение четырех лет просила у Деда Мороза щенка. А когда в семье появилась Шамира, то уже ее мама Наталья поняла. Канистерапия – ее призвание и, по всей видимости, призвание ее собаки. Я обратила внимание на то, как Шамира взаимодействовала на одной из прогулок с девочкой из ДЦП. То есть девочка была на коляске, Шамира подошла к ней, она сама первая вышла на контакт, подошла к девочке, начала что-то, как они хаски, они как-то так вот разговаривают по-своему, что-то там, лапку ей положила на колено, что-то там загадывала в глаза. Меня это настолько удивило, что я в интернет залезла и, в общем-то, открыла для себя большой мир канистерапии. Сейчас в семье Натальи четыре собаки. В канистерапии задействовано только две, но это вопрос времени. Ведь это направление развивается в том числе и в нашем городе. Так в центре «Семья» занятия по канистерапии проходят с ноября прошлого года, и родители, и дети довольны. Буря положительных эмоций у детей от занятий, то есть самообщения, то есть и такси, погладить, потрогать, то, что они дают команды, собака их выполняет, слушается. То есть у моих детей буря эмоций положительных от общения, то есть им уже сразу хочется своих каких-то животных завести, чтобы дома было, чтобы появляется желание ухаживать, то есть брать ответственность на себя, хоть они имеющиеся достаточно маленькие, но все же, то есть чтобы ухаживать, чтобы сами нести ответственность за чью-то маленькую жизнь. И между собой у них вот тоже, знаете, как-то вот появляется, появилось, ну, чтобы более тесно взаимодействовать. Мне больше всего нравится, как мы учимся собак тренировать. Занятие строится таким образом, чтобы создать эмоциональную связь между собакой и ребенком. Чаще всего после знакомства канистерапевт обучает детей основам дрессуры. В результате такой работы у ребенка повышается уверенность в себе, вырабатывается командный голос, а также улучшаются коммуникативные навыки, так как дети взаимодействуют не только с собаками, но и между собой. Допустим, дети, каждый хочет, я хочу первый, нет, я хочу первый, да, и там собаку куда-то повезти, сделать какие-то трюки. Они учатся уступать друг другу, тоже контролировать себя, в общем-то. И кормление собаки тоже повышает у детей уверенность в себе, потому что когда мы кого-то кормим, кого-то заботимся, мы чувствуем себя нужными, в общем-то, в этом обществе. На самом деле на этих занятиях работает специалист, а собака является ассистентом, который помогает преодолеть ребенку недоверие к взрослому миру. Таким образом, корректировке поддается большое количество проблем, таких как гиперактивность, задержка речевого и психоречевого развития, поведенческие проблемы и даже расстройство аутистического спектра. Дети находятся внутри своего мира, и задача специалистов, задача родителей, в общем-то, их из этого мира вытащить и в наш мир как-то, в общем-то, поместить. Они очень этому сопротивляются. И вот как раз-таки собака, она помогает вывести ребенка в наш мир. Так и получилось, что верные друзья, о которых так долго мечтала Илона, теперь стали друзьями для многих детей. И сама девочка этому рада. Нет, мне не жалко, потому что я вижу, что мы помогаем другим детям. И, то есть, как бы, собаки нашей семьи помогают другим. Вот поэтому я не против этого. Мне нравится. Наталья собирается и дальше заниматься конец терапии, задействуя новых питомцев. Например, большого пуделя, который будет полностью ориентирован на детей. Ну а пока любимцами ребят остаются Шамира и Томико, которых дети так не хотят отпускать в конце занятий. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский футболист Михаил Сентюрин забил первый гол в составе юношеской сборной России. Молодой человек отличился в матче против Казахстана на международном турнире Кубок развития. Гол на 26-й минуте матча забил рязанский полузащитник Михаил Сентюрин. Футболист отличился в составе сборной России на 14-м международном юношеском турнире Кубок развития. За победу боролись 12 команд в возрастной категории до 17 лет. Михаил Сентюрин начинал играть в Рязани в детско-юношеской спортивной школе номер 5. Через Егорьевский «Сатурн» он попал в Академию Московского «Динамо», где и получил футбольное образование. В состав сборной юношу пригласили в этом сезоне. Он провел 13 игр, отметился забитым мячом и несколькими голевыми передачами. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok